итак ребята всем привет сегодня у меня будет коп вот по такому вот лесу погода благоволит солнышко больно нету время у нас 8 часов выезжать я рано не стал потому что вижу что погода вроде наладилось хмурится вот и сегодня решил пройти вдоль этого леса недалеко от дома просто есть как вариант что этот лес старину возможно было старой дорогой вот я и хочу попробовать пройти по этому лесу заодно прогуляться далеко не охота ездить порядка где-то 7 километров от дома так что ребят если что-то будет обязательно покажу все смотрим так ребята я переехал на другое место буквально вот отошел от машины и пошел вот по травке дороге знаете был сигнал не хотелось попать думал потому что идет здесь стройка говоря у голоса думал здесь мусор вы знаете копнул разок второй и думал какая-то железяка но нет ребята смотрите что ребята царик офигеть сохран вообще суперский 1899 год с почином меня сегодня ребята честно говоря не ожидал на этой дорожке встретить царика ладно смотри ребята ребята меня находка вот у нас монетка лежит смотрим что это у нас стабильно каждый коп у меня ходячка 1 рубль ладно смотри так ребята выцепил я очередной сигнал здесь вот будут в скором будущем дома сожалению вот и перейдем к находке такая вот у нас монета так ох ребята сохранщик бодрый это у нас две копейки две копейки царские вот я вам сейчас скажу тысяча 1899 монета очень хорошем состоянии даже проглядывается чистая медь ладно ребят смотрим у нас долгожданный дождик начался хорошо что я в сосенках и не очень-то он меня мочит но к чему я веду раз я запустил камеру у меня находка находка я вижу что монета ковырнул и вот она вот так вот выпала как это у нас царик одна копеечка одна копейка сохран хороший находится здесь вот видите в песочке 1897 год монеты в принципе такая бодренькая все радует ребята минут сорок наверно ходок не было я немножко сместился наверное на пол километра вот и здесь вот видите зашел в лесок и находка ладно смотрим искал искал звенела звенела не мог понять а не банк понять потому что вот так вот было присыпано песочком так монетка смотрим что это нас так интересно у ребята вот это да ребята вы сами понимаете что это это 20 копеек 1925 года и как вы знаете это серебро давненько меня не было больших серебрушек вот такая вот красивая серебрушка на и сохран вообще супер ски ну ладно ребята смотрим вон в той вот ямки я поднял 20 копеек серебром серебряную здесь был невнятный сигнал показывал где-то примерно никель свинец и все что-то что-то в этом роде вот у меня выпала монета вот монета это у нас поздний советик сейчас скажу что это да я не ошибался это у нас 20 копеек щитовик давно у меня не было буквально на прошлом копе общался с андреем вот и с ним разговаривал что у меня давно щитовиков него очень давно и вот земляной дед меня услышал щитовичок 20 копеек все смотрим ходил я вот по лесу и нашел неожиданную находку а находка у нас у такого образца книга книга называется история родов русского дворянства здесь у нас царский герб в этой книге у нас описание всех родов и поколений их гербы и все остальное вот ветви их них деревьев родословный здесь всяких нельзя князь ярославские князь ростовский пофамильные здесь пофамильным можно даже узнать у какого рода сословия интересная книга я не знаю почему она здесь у нас валяется интересно конечно ладно ребята находки у нас потихоньку прибавляются так что дождя у нас нету тучи небольшие стрижи у нас с ласточками летает высоко значит дождение будет хотя душно ладно смотрим так ребята вот иду я и про себя думаю вот мне сегодня одни монеты попадаются и что-то конины нет и буквально следующий же сигнал у меня вот такая вот выпала конина такая большая конина и так ребята вон там он видно полосы дождя и у меня минутка наверное все таки есть и я вышел все таки копнул вот у меня монитосика такой вот тоненький тоненький и у нас это я с вам скажу сожалению имеется отверстие в нем вот таких у меня монет ребята по моему не было еще вообще так это у нас пробитый конечно но год 1837 что ли копейка таких у меня еще нет ребята зачетная к сожалению она с дырочкой ну ладно тоже хорошо ладно смотрим и так ребята меня прогнал дождь не знаю долго он будет нет заранее если что попрощаюсь сегодня в принципе не густо но и не пусто 6 монет у меня конинка вот если что смотрите подписывайтесь на канал комментируйте мое видео ставьте пальцы вверх вниз но всем удачного копа всем пока ребята дождь очень интересный я только выйду из машины только возьму прибор и начинается дождь сажусь машину дождь прекращается и так уже два раза вот еще немножко посижу посмотрю на погоду и будем решать что делать ладно вот ребята хожу и про себя думаю неужели сегодня у будет никакой большой монетки вся стандартного размера копеечку царскую вот и наконец-то у меня выпал сигнальчик и монетка монетка довольно таки большого размера так это нас ребята 3 копеечки двадцать четвертого года принципе хорошая сохранчик окислы нет никакого вообще хорошая монета вот так ребята после того как дождь прошел я поднял две монеты результат хороший ладно смотрим итак ребята меня находка вот остался от него слепочек находка не пойми чего даже вам не знаю что сказать вот такая вот находка какая-то китайская или корейская монета вы представляете нет не современная монета я даже не знаю что вам про это и сказать таких находок у меня еще не было реально монета старая надо будет посмотреть в интернете что это вообще я видел это монеты такие интересно находка очень интересно медь старая все ребята смотрим и так приехала ребята я домой почистил монетку залез в интернет набрал про нее информацию с трудом нашло кое-что и скажу что это у нас монета одна цель эры правление династия цин вот такая зачетная монета в очень хорошем таком состоянии мне даже ее не пришлось чистить патина у нас родная вот ну про нее могу еще сказать то что это ходячая монета первое правление дао гуань 1821 1850 года монетный двор министерства финансов города пекин ну способ изготовления данной монеты это было у нас литье сплав медно-цинковый сплав вот такая вот монета династия цин у нас нашлась наших родных просторах как она тут оказалось непонятно единственная версия то что у нас проходил здесь торговый тракт на оренбург возможно здесь вот эти вот торговцы купцы проезжали и затерялась такая монетка которые торговали с шелками привезенные из китая и у них вот и затерялась такая монетка ну все продолжаем коп вот ребята вот откуда вот такие вот монеты у нас самаре вот откуда у меня получается каждый коп какая-то историческая ценность то монголов золотую орду подымаю сейчас вот китайцы до дальнего востока 7000 километров и как же она сюда пришла эта монета интересно ладно ребята смотрим если что будет обязательно покажу каждый коп у меня какая интересная вещица выстреливает это тоже из разряда сенсационных и так находка изра изряда шмурдяка такая маленькая красивая из меди ну ладно смотрим и так ребята все же я закончил свой коп можно было конечно продолжать но что-то кушать очень захотелось и уже настроение то все находки которые хотел найти я поднял в общем смотрите мое видео подписывайтесь на канал комментируйте по детству мы вот эти вот шишки ели кисленькие и вот эти вот наросты молодые побеги очищали от иголок и ствол тоже ели ошибки до по детству были вкусные если ладно смотрим мои видео пока не так ребята закончил я сегодня коп поеду домой пораньше не в моих правилах снимать находки после копа но решил заснять для как бы полного отчета на сегодняшний день капала где-то примерно часов 5 не более четыре с половиной где-то и вот такие находки копеечки царские 20 копеек серебряные 25 года 20 копеек щитовик две копеечки царские 1899 вот одна копеечка у нас мормонская 1837 года 3 копеечки 24 года и вот эту монету очень интересно я не знаю что это китайская корейская не знаю хрен знает но из любопытства зайду в интернет и стараюсь найти про нее что-нибудь и видео вам полный отчет по ней выложу шмурдика у меня к сожалению а может и к счастью сегодня очень мало обычно его очень много но сейчас нет ну ладно ребята смотрим где-то и Продолжение следует...